Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это 4 свадьбы, 4 Василия, украинская версия, если вы не смотрели предыдущие 4 свадьбы, ссылочка в описании, потому что это 5 выпуск, и здесь у нас самое горячее, это разбор-полёт, то есть все невесты собрались, определяется победитель, начинают друг другу перемывать кости, а почему ты меня занизила, ах ты такая подруга, ах ты такая, ах ты всякая, и вот будем узнавать, кто же заберёт себе победу и уедет. Куда-то там на отдых, не знаю куда, надеюсь, тут всё не скажут, то ли на Мальдивы, то ли куда-то в Кирилловку, кто не понимает, что такое Кирилловка, это небольшой такой городочек курортный в Украине. Короче, сейчас должно быть на самом деле максимальный уровень разборок, типа ты мне не подруга, а как ты меня так занижала и тому подобное. Вы готовы? Если вы не смотрели предыдущие ссылки, в описании. А теперь продолжаем. Поехали! Так, давайте, сейчас мы, в общем-то, посмотрим наших девочек, кто из них поедет на отдых. Водка спасает, объединяет. Кто забрал победу? За веселем у стиле тату. Чи благодейниця с европейским? Благодарительница. За загальную кількістью балів на першому місці опинилась квіточка зі Львова. А, то есть по факту, вот я считаю, что это самая, ну, это лучшая из худших, она получилась по максимальной оценке, то есть на первом месте. Юля, яка отримала 83 балли. Ну вот, это значит то, что нехрен выделываться, будь проще, не занижай максимально. Хотя, ну, она занижала тоже, вот по факту она занижала. Ну, по крайней мере, не показывала себя максимально такой отвратительной, пыталась этого не делать. Другой стала благодейниця Анюта Збоярки с результатом 67 баллов. На третьем месте Аня из Днепра 50 баллов. Ну, и на четвертом понятно. Ну, а найдорожче Королевское веселля Марго с Киева с кількістю лише 21 баллов. Ух, тут победа не пахнет, да. Ось его четвертое место. И только сегодня девчата зустринутся, чтобы распределить 50 баллов между всеми конкурентами. Ну, давайте, давайте. А кто-то будет, кто-то заходить подарок, типа, вручать, да? Приможит нас, делаем ставки. Кто больше всех занижал? Я думаю, что ты. Бля, а что они так выглядят странно? Я думаю, что ты. Мы с Анютой достойны первого места вместе. Я хочу победить. Вот это я вообще плохо узнаю. И достойно получить эту победу. Я прощаю. Вот это, блин, макияж вообще меняет человека. Знаете, по-разному выглядят они. Я пошла в программу, это выключено для перемоги. Тут очень много играет. Аня, Аня, прекрасно, вы понимаете. Момент дружбы. Марго, это фраза для тебя. Лучшие подружки проекта. Давайте посмотрим видео. О, давайте. А сейчас моя улюблена рубрика оценки просто в очи. Это все, что вы сказали поза очи. Да, 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 это мы его прям любим. Давайте. Кажете в очи тих, кому вы думали, что вы говорите поза очи. И так будет с каждой. Понеслась. Начнем с тебя, квиточка. С самого начала твоего веселья. Это как венком стол получается. И что мы встречаем в первом зале? Огурчики, сальце и настоечка. А та сейчас скажет, а тебе что не нравилось, да? Легкие закуски европейский стиль. На номер над. Ну что, квиточка, я к тебе. Это чтобы ты понимала, был фуршетный стиль, которого в принципе в тебе на веселье не было. И может ты не знаешь, что это такое. У каждого из нас были какие-то недочеты. Это свадьба. Это нормально. Но ты изначально заявила, что у тебя свадьба в европейском стиле. Было очень много элементов с украинской свадьбы. Которые категорически не имеют права... Ну я согласен. Я не знаю, почему им впадло, либо стыдно называть, что у меня свадьба в украинском стиле. Либо там в европейско-украинском стиле. Чтобы были... Хотя с другой стороны, я знаю, Украина, ну это... Вроде Украина это Европа. Вроде да, вроде бывает, реально не дотягиваем до Европы. Ну в плане там, не знаю, образования вообще, экономики. На европейских стилях свадьбы. Что, нельзя сказать украинское? Так же, ты сказала, что у тебя будет украинское веселье с грузинским акцентом, но украинского там взагалі было ноль. И кухня грузинская, и танцюристи там какие-то грузинские танцы танцевали, ну и шмаги грузинские. Віточка, за чекай черга, Марго ще прийде. Зараз про тебе. За место проведения Юлійного веселья я ставлю 7 баллов. Я поставлю 6 баллов. 100% ставлю 2 баллов. Да, конечно, трошки в шоці этот оценок. Аня Зборок сказала, что все так классно, но 5-6 баллов, ну это же не хорошие оценки. Так ты же сама такие ставила. Слава для витратения надается боярцы. Нет, я изначально заявляла, что я больше 10 баллов, я не поставлю взагалі. Это моя стратегия такой вот перемоги. Что, девчата, здивувала вас благодейниця своєю стратегією? Честно говоря, Аня... Надо было сказать стратегии. Я просто выше нуля никому не ставлю. Это стратегия победителя. Вот это, мне кажется, стратегией была бы еще лучше. Если бы ты по такой стратегии двигалась, у тебя были бы шансы на победу. Из боярки была из нас всех самой темной лошадкой. Я не буду ее называть кабулкой, наверное, слишком грубо, но лошадкой точно была. Смотри, ты сейчас говоришь про какую-то стратегию победы. Ты изначально сказала такую красивую фразу. Возможно, я кому-то передам победу. Если кому-то на проекте я понимаю, что нужна эта победа, я готова и отдать. Сейчас бы, если я выиграла, я бы ее никому не отдала. Ой, Анюк. Я передумала. Тебе проект поменял. Благотворительно закончилось. Все, бюджет ограниченный. Чему? Потому что мое веселье, воно, в принципе, это следовало. Жди с самого начала. Я не отдам девчаткам весельную поднорожь, поскольку в них фінансово вони можуть це все собі позволить. Я, наприклад, ні раз в житті не была за кордоном. И, несмотря на то, что я выкладала такую суму на веселье, то мы заробляли, мы старались, мы хотели красивого веселья. Квіточко, не бой на жалість. Можно за кордон поехать и на заработки. А сейчас давай посмотрим, что ты еще пропустила на собственном веселье. Нет, ну если вы потратили такие бабки на свадьбу, то не проблема потратить тысячу баксов и полететь тоже в Египет или в Турцию. Есть недорогие отели. Реально, есть. Тысяча, но за полторушку сто пудов. Прямо шикануть можно. Ух! Привет. Девочки, хочу вас познакомиться. Не лук, шарибудь, не лукарь. Ну, блин. И моего любимого человека, Олег Садницкий. Тут приезжает ее свидетель, Олежка. Я ж не виновата, что у меня он и друг, и свидетель, и дизайнер, и все в одном лице. И любимый человек. Любимого человека моего жениха, моего мужа. Я так и не зрозумел. Кто, кому, кто. Что вы хотите сами сделать? Декоровать серым кольором. Вы не можете здесь правый лист. Как из было нехарено лист в чужое веселье. Мы же в тебе там ничего не декорировали, не робили. Это было очень красиво влезть на свадьбу Анне из Днепра с подарком и подарить этот фатир. Еще есть один сюрприз. Ну да, я же говорю, друг друга стоят. Маркотин и подарок. Девочка, что это за цирк был? Для чего это было? Это было очень тактично. Ты мне подарок. Я тебе подарок. Как они друг друга перемивают. А я думал, у вас коалиция. Будь аккуратно. Думай своей головой, честно. Все, дружба посыпалась. Примусила меня засумнюваться. Как-то в том, что девчата взагалі относятся до меня так, как я думала. Иди сюда, в него. Например, тоже этот момент взагалі дуже знировал. Я не знала, что делать. Бач, Марго, ты своим фатином мало веселья не зірвала. Я мала гарно выйти с батьком на церемонию. Тому я просто ничего не делала. Хотя у меня человек был очень нервовый. Та в тебе человек завжди нервовый. Поцеловал, но и нервовый. Это еще доброе, что он не слышал, что про твою сукню девчата сказали. Действительно, что я бы поменяла в нарядке фату. Но фата... Ах, ты подруга. Она была очень сильно грубой, тяжелой. Ты могла украсить какими-то элементами, просто... Ну, у меня нема дизайнера, который мне расширит все жемчужинками, камінчики сваровских фату на пару метрах. Квіточко, ты чи не хозяйка? Сама фату блестками расшити не могла. Квіточка, что-то на тебе лица не має. Не нервови, может, оценки за танец високие поставили. Настолько были оба зажаты. Оценки за танец. Так, не надо сейчас сделать лодочку. А-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тепер ручками сделали. Ну, типа, честно, я тебе на веселье дуже хвилила мій танець. Я сказала, что все было так классно. Да, это называется дволичные бабы. Вот это вот вы все собрались. Демонтировались, как все было эмоционально. Ну, типа, такие комментарии, мне кажется, как-то недоречные. Да, так вот бывает. Говоришь, боже, такая прекрасная пара. А за спиной, боже, это ужас какой-то был. Весельный танец Юли и Назара я ставлю 7 баллов. 8 баллов. На шестерочку они вытянули. Я не очікула, что она мне поставит там какие-то хорошие бали. Первый танец, я считаю, что это идиллия между двух. И думать о том, какую когда сделать поддержку, какую когда сделать па, ну, для меня это как украсть у себя эмоции. Ну, ты Аня у себя ничего не вкрала. Вот так вот танцевать. Ну, типа, классно. Ну, тут скажу так, на любителя. Ясно, что так легче всего. Там кто-то там ты крутится, танцует, а тебе учить ничего не надо. Согласен. Ну, это так, знаете. Уважаю, что детальность был там больше подготовленный и, ну, там, укращий замень. Квитка. Можливо, девчата так оценили, бо тогда были еще тверези. Обслуживание не очень хорошее. И мне было официанта. В смысле, ни одного официанта там было официанта? Официанты, которые только выносили блюда в стол и потом, слава Богу, наконец-то позволили, вынести грязные тарелки. То есть обслуживания не хватало в любом случае, это факт. Ну, не згодно. От Марго, наприк, открытика была очікувана. От Ани, что одно и что другое, я там не очікула, что там какие-то претензии, щас, щось. По-друге, да? Это вообще скажешь, что мы святые просто. Ага, мы святые. В серебе? Жовтый? Нет, мы купили на пасту. Три буты. Ну, белого сухого не было мы купили. Три буты белого, тебе все червоны? Да. Да, печально. Котик, все чудесно, мы купили, это ничего не значит, это без претензий. Это вообще ничего не значит. Это нормально. Виточка, не сумуй. А ты думала, я думала, вы по-друге, а вы... На твоем увеселье не лише то биде сталося. Така шо, плохо так шо? Что ж, что, поехали? Да не, не поехала, она достутала. Просто, может, уже *** пошла. А, боу-дуку. К чему это, то есть, к чему сейчас твой комментарий? Давай по-честному, мы с тобой изначально, когда шли на свадьбу к Юле, мы нормально общались. Мы сидели за столом. Аня, мы нормально общались? Да, мы нормально, мы переглядывали, слупали. Мы вообще не общались, как первую. Ну то есть, ты к нам обращалась, и мы такие, типа, о, это Марго, нет, мы помолчили. Практически было так. На мои слова реагировали ноль на массу. Ну то есть, как бы, не понимаю, может быть, какое-то биполярное расстройство, я не знаю. С Марго в нас, мне кажется, у всех троих нас кладутся, взагалі, никаких, не те, что дружеских відносин, а таких, навіть, на привіт пока, відносин. Понятно, что ты, типа, как отшельник, потому что на своей свадьбе ты не проявила для нас внимание. Когда у меня тысячу звонков... Не, ты ж, тогда я... Марго, ты вела себя высокомерно, я прошу прощения. Это правда. Я скажу так, что если мы говорим о том, лучшее из худшего, то да, этот цветочек наш, который вот первый обсуждали, наверное, заслуживает победы. Ну и то, это такое, в случае, знаете, это не пример подражания, это просто выбирать лучшее из худшего. Вот так вот, тут реально. Я не жити шлейфу, да ё-моё, я сюда прислуживать приехала. Любой человек бы, если бы к вам подошёл бы, и с первого же дня начался, ой, какая у тебя красивая причесочка, ой, какие у тебя сидрёжечки, ой, какое у тебя плачечко, ой, как у тебя лебези, ой, как твои дела, понимаешь, вот... Да, есть золотая середина. Как они друг другу перемываются поясы. Ах ты ж... А куда поедем? Пока девчата обговоривали силе киточки, встигли геть пересваритись. Марго, ты вела себя высокомерно, я прошу прощения, это видели все. Да помог ты? Привет за святым тебе. Воно не поздоровалась. Бывала с себя, как такая королева, а мы какие-то там бедные велиные были. Поднимите шлейф, опустите шлейф, поднимите шлейф, нет, держите поту, не держите шлейф, да ё-моё, я сюда прислуживать приехала. Любой человек бы, если бы к вам подошёл бы, и с первого же дня начался, ой, какая у тебя красивая причесочка, ой, какие у тебя сидрёжечки, ой, какое у тебя плачечко. Никто не говорит лебезить, никто не говорит. Понимаешь, вот, да, ну, вот таким комплиментом, так я не работала. Да, есть золотая середина, я согласна, что есть золотая середина. Ну, ты не была в середине, Марго, одно дело лебезить и подхалимничать, и лизать, да, как тут некоторые говорят, это одно. Другое дело просто на привет говорить привет, нормально. Я не буду бегать вот так лапками с язычком высунутым и говорить пообщайтесь, поставьте мне высокую оценку. Как они-то друг у кости перемывают. Так, девчата, чтобы вы зараз не побилися, расходьтеся по червоных кімнатах, ставьте оценки квіточці за загальне враження. Я ставлю 35 баллов. Для непрофессионала она сделала всё возможное. У Юлины свадьбе я поставила довольно высокие баллы, поэтому за общие впечатления на Юлины свадьбе я могу позволить себе поставить 0 баллов. Боже мой, господи, та хоть первая, знаете, может быть и трошки притрушена, но либо она понимает потом свои ошибки, либо что, но она хоть как-то всё-таки, ну, пытается, наверное, быть адекватной. То есть в ней хотя бы есть какие-то надежды, что в её голове хоть что-то поменяется. Нет, она неадекватная тоже, ну, вроде бы хоть пытается. А это 0. Я ставлю. Тоже 0,5, да? Ну, 0 баллов. Боже, ну это вот двое, вот это вот два вот прям не тоже чёрные лошадки, а чёрные кобылы. Ой, чё це за звук? А-а-а, та так... Дружба полетела, да? Это они ещё в первой серии договорились, что друг другу будут хорошие оценки ставить, чтобы первая не выиграла. Точнее, ну да, первая не выиграла. Питочка с первого месяца впала. Ну что, тебе получается сподіваться, что в других будет меньше. Да-а-а. Ну, всё не точно. Так, кто наступна? Марго. Спасибо, что была немножко не сильно солнечная погода. Я бы ослепла от этого и роскоши. Росипи, жемчуга, страз, брошки на туфлях. Я чекала от кутюр, но там трошки от кутюр вообще не дотягнуло. Тому за сукню я ставлю 5 баллов. За платье я ставлю 2 балла. За платье Марго я ставлю 0 баллов. Ну, мне кажется, она и выиграет, вот эта вот благотворительница, потому что она всем сейчас позанижает, по самой не хочу. То есть уже цветочку убрали с первого места. Я думаю, она вот таким вот образом затянет. Аргументируй, пожалуйста. Ну, что аргументируй? Что такое платье от кутюр на твоё мнение? Не дави на меня морально, Марго. От кутюр это платье, в котором шьет собака, да? Или что, типа? Ну, платье, а особенно платье свадебное, это не масштабное производство. Вот как ни крути особо. Это ручная работа. Там подшить, там пришить, там что-то застрочить. Ну, типа, это свадебное платье, его чуют люди, да. Только, ну, говорится о том, что там есть как-никак фабричное производство, что там люди делают практически одно и то же во многом дубляже. А там платье одно, вот просто другого такого не найдёшь. Ну, и там, и там его делают люди. Ни роботы, ни собаки. Окей, а у меня кто пошёл, не человек это платье? Ты вообще понимаешь, что такое от кутюр или нет? Нет, расскажи мне, что такое от кутюр. Я это говорила на знакомстве. Да ты не знаешь, что такое платье от кутюр. О чём тут говорить? Ой, а мені поясни хочешь? Это когда 70% платья ручной работы. Ага, зрозумів. Аню, а ты? Хорошо. Мені не понравилось платье от кутюр. Ще раз повторить. Мені не понравилось платье от кутюр. Можу третий раз повторить. Ну, не понравилось мені платье. Боже мой, боже мой. Ну, так говори, что тебе не понравилось платье. Ну, не говори, что это не было платье от кутюр. Я не разбираюсь в этом. Так, так, так. Зараз, девчатка, почекайте. Тільки пульт знайду. Я ждала от кутюр, но там трошки от кутюр вообще не дотягло. Ну реально ляпает, но не думает. Я сказала, что не было, не дотягло. Благодейниця, мы до чего-то поправили. Чи то до сукни, чи то до чоловіка. Мы побачили ее мужа. Это просто шмаги. Это не шмаги. А морду будем бить сейчас, да? Сори, конечно, что. Я не оправдала ваших ожиданий касательно мужа, да? Переходить на личности. Это некрасиво. Но то, что он достиг. Не кажет, что нас тут все достиг. Ты хотела сказать, что ты вышел, да? Он народный артист Украины, погодься. Да, кстати, ты сказала, что народный артист Украины. Он заслуженный артист Украины, девочки. А, заслуженный. Так, заслуженный может быть кто угодно. А как это делается, заслуженный артист? Как это заслужить? Кажется, что, если честно, то ваша семья пришла на этот проект, чтобы заявить ошмаги. Это был полный нонсенс. Так, девчата, носик чоловиков. Мне кажется, заслуженный артист Украины может быть любым человеком. Ну, типа, это не звание. Нет такого звания, заслуженный артист Украины. Вот народный, да, есть там, ну, это и то, это такая, знаете, регалия, которая сейчас вообще в наше время нахрен никому не нужна. Это понты для приезжих. Народный, это когда тебя слушают в колонках, в машине, на улице и так далее. Вот это ты народный артист, а не там Кобзон. Говорювати. Вам за нього оцінки не выставлять. Краще давайте пригадаємо, что еще на ваше загальное вражение вплинуло. Веселье за півлями, я такого не ожидала, что мы тут будем сидеть. Нас никуда не запросили и не сказали, что будет дальше. И отстань между церковью и рестораном была очень большая. Ваше время проведения я не должна была организовывать. Ты просто на знакомстве заявила про себя, как организовать. Организация именно твоего веселья не была спланована доброй. Та вы и сами соби добрые организаторы. Девочки, как я могла быть причастна к этому позорству? Сори. Сгоден, Марго. Дивимось далее. Так, был бы в серых тонах. Розовая, салатова, желтая стены. Серветы были одного цвета, букеты были треянды в них другого цвета. И она еще туда ляпает эти розовые розочки. И самое главное, вот такие вот серые чехли на стулья. С такими розовыми бантиками. За место проведения Марго я ставлю 0 баллов. Я ставлю Марго и Шмаги 2 балла. Я ставлю Марго 3 балла. Да. Девочки. Ну сама тоже ж занижала, бляха-муха. Ну тоже ж не святая ж. Мы просто выбираем лучшее из худшего. Но, скорее всего, мы его и не выберем. Потому что они сами себе ставят оценки. И ждать какой-то адекватности и заслуженной победы. Ну нет. Ну по факту здесь никто не заслуживает победы. Камон. Ну ты мне за декорство ставила два. Оцей чехли на стильцях. Оцей в натуре у меня брат колись 2000-х. И поверил таке веселье. Извините меня, льон это сабдеп. Окей. Поищи где-то в сабдепе чехли из льна. Я, например, не помню, по какому-то там определила, что стиль твоего веселья мае бути там якимось... Але це був обычный персиковый стиль. По версии понтона это... Интересно, нам не организаторы. Нам будет так... А зачем мне вам доказывать, если вы не организаторы? Нам надо доказывать, Марго. Скажи, какой цвет называется? Теплый коралловый цвет с золотистым подтенком. Цветовая гамма, с которой он используется есть на сайте. Зайди на официальный сайт и посмотри цвета, у меня не маю часу зависит, в каком стиле у тебя была свадьба. Я похлопаю, потому что это бесплатный урок от Марго. Ну и пощастило, девчата. Завдяки Марго будете знать, что делать на своем наступном веселье. Это же по моему цвету, как там, какого-то коралловый, что-то там... Ой, фу, так что я таке милю? Девочки на своем волне, на своем пафосе, все. Да ты такая же. Ви в мене всі непрості. Он, який, стратегии крутите. Та-да. Я так понимаю, 4 свадьбы это всегда какой-то трешняк. Прям, ну даже там супермама, а там такого трешняка нету. Там бывает, ну хоть как-то реально есть адекватные оценки. Здесь просто они уничтожают друг друга. Ну прямо уничтожают неадекватно. Как вы вважаете, мы могли бы выставлять однаковые оценки, чтобы кто-то из нас переміг, но только не Марго. Максимальный балл, на котором мы зупиняемся, будет 3 балла. Да. Все, тогда договорились. Чтобы Марго не была нам даже конкуренткой. Девочки, это такой был бред, это так было низко-подло. Когда я сказала о том, что у вас коалиция против меня, и вы еще что-то отрицали. Марго, это тебе кажется, это ты себе нарисовала, это ты себе сама нашифровала. Да, двуличные. Ты сволочи. Ну по-другому не назовешь. Я не плачу. Я не плачу, блядь. Я не плачу, блядь. Жесть. Это ваша фраза, честно говоря. Ну это некрасиво было, я согласен. Ну типа насколько вы там не любили ее и так далее. Да, она по-своему такой своеобразный человек. Ну вы поступили как крысы. Прям трое на одну. Ну по факту у вас получилось. Вы ее и потопили, она была на последнем месте. Я сейчас имею полное право встать и уйти. Уходь. А, я думал, что скажешь, там набить морду. Она не тримает. Ну что, змову выкрыто. Честно говоря, потому что я услышала сегодня, то после своей свадьбы я могла не тратить свое драгоценное время и не ездить по этим свадьбам. Марго, что я зарану слезы литы. Я надея на оценки за загальные вражения. Не будет никаких оценок. Ноль. Блин. Вы же знаете, что я поставлю, да? Ох. Что? Напевно, уси 50. Марго я ставлю за общие впечатления. Ноль баллов. Я поставлю 18 баллов. Потому что я рассчитываю, что девчатка поставят нечто и чтобы не высовывать никого вперед. Та ты стратег квиточку. Ноль баллов. Так, давайте, девчатка, вгамуемо пристрасти и згадаемо... То есть я постараюсь сделать вид, что как будто я, ну, не такое говно, как остальные. Хотя являюсь говном, но пытаюсь хотя бы это не показывать. Ну, а не показывать не получается. Поэтому жру. Четыре са... Ты видишь, она там опять, суку, не такая классная, такая... Что, не ожидали? Ох, да! Слух меня, с шелку Валентина. Если бы это действительно был бы шелк от Валентина, то любой бы дизайнер бы захотел бы похвастаться и показать паспорт на эту скаль. Почему ты так не можешь поверить, что у меня была использована Валентина? Просто ты так вот рассказывала про свое платье. Сваровский жемчуг от кутюр, куча соединенных, кружав. Ну, да? И настолько мое от Валентина для тебя китайский шелк. Ты, типа, просто опять на голову выше нас пытаешься быть? Нам как бы... Я вообще не буду комментировать. Марго, ну я впевнен, что ты не втремишься. Извините меня, можно было бы поставить хотя бы чуть-чуть больше чашечку. То есть тут не просто доска плоска, а такое ощущение, будто просто мотали скотчем и все ей приклеили. То, что у меня маленькая грудь, эта грудь откормила двух детей. Она не то, что не обвисла, она просто маленькая. Назло вам, тебе. Сделаю себе силиконовую и пришлю фоточку голенькую. И мыни фоточку. Так, чтобы ты поняла, что окей, вот теперь я идеальная телочка в твоем разумении. Мыни фоточку. Шуешь? За платье... Ведущий, конечно, его комментарии, ты тебе вот закадриваешь, мне фоточку и мне сюда фоточку. Ани из китайского шелка я ставлю два балла. Ах, ***. За бессильную сукню Ани я ставлю 12 баллов. Как же странно. Прям удивили меня. А эти же платья недостойны, потому что в них не было 3000 жемчужин, 2000 сваровских. Вот такая вот пачка, которой можно накрыть три лавочки. И поэтому 12 баллов это несу свет только по дружбе, правильно? Окей, продолжаем. За сукню Ани я ставлю 6 баллов. Девочки, хотите честно? Вот я сейчас вас просто шлю в ***, потому что у вас у всех *** пачки, поняли, которые носили в 90-х. А у меня *** платья, пошитые с любовью. Я считаю, это зависть. У меня были самые крутые платья. Тут, ну, как бы обсуждение ноль. Это бы просто... И сама на понтах. То есть, ну, Валя Туза за понты и сама на понтах. Вот я люблю таких людей, я просто обожаю. Когда вот других обсираешь и сама такая же, прям, ммм. Если я был белый, то дружки малые белящие сукни не что я. Ты одела свадебное платье и судя по... Я одела свадебное платье? ***, мать, что без фаты? ***, прямо когда посмотришь. А что без букета? Если бы ты еще пришла с букетом и стала бы рядом со мной его кидать, и сказала бы, о, нормально, Марго, чё, как бы, ну, с платья, так и с букетом кидай. Ну, че будут тебе доказывать, свадебное это платье или несвадебное. Это понятное дело. Ой, да мы уже и так усе зрозумели. Ну, похоже на свадебное, правда. А вот месяц проведения уже часы оценит. Если там добавить фату было и букет, ну... Да, что-то есть. За место проведения я ставлю ноль баллов. Я просто просто думала, ок. То есть, ну, Марго это Марго. Так ты так же самое занижала. За место проведения у Ани я ставлю пять баллов. Я ставлю четыре балла. Цей будинок обшарпанный, ци вікна, люди, які выглядали, мені не сподобалось. Ці вікна брудня у цей будинок, ну, не склали якихось таких выражений. Девки, честно, вы просто придолбивайтесь уже. Для трешовой вечеринки. Так же, как и ты. Я ждала, честно, во-первых, А-фестиваля. Не дождалась. Не дотянула. Ты думала, что будет куча людей лежать на кушетках и им будут нахуй бить чёртика? Бросались тортом, этого хватило. О, боже, какой ужас. Бросались тортом, что делать? Это какой-то треш, не пропетровский. Это закрытый город, мы больше сюда не приедем. Тут бросаются тортом, можно заразиться спидом. О май гад, это так примерно? Аню, це вже перебор. Вечеринка, на которой все набились. Бросались едой, тортом за 100 тысяч? Ну, ребята. А, то торт 100 тысяч стоил? Пусть она сходит хотя бы на одно мероприятие у нас в Киеве. Ни хреново. Где действительно тусуются селебрити. А не её какие-то дворовые селебрити девочки. Точно. Ты запроси её на концерт своего человека. А я пока покажу, как ты на Василии телеведучую квіточку на свой бік перетягувала. Я вижу поведение девочек. Я знаю Ваши отношения ко мне. Это я, ну, 100%. Изначально, когда мы приехали к тебе на свадьбу, для меня это было, ну, то есть я была первый раз, да, там, и так далее. Ну, девочки сразу же поставили крест. Мы вдвоём тебя не знаем. Юлька, у меня такая слабо характерная человек. Юлю! Тобто, чему-то я слабо характерная? Вы ж мои подруги, мы ж договаривались сливать только первую. Я до всех намагаюсь нормально относиться и не робить какой-то даже разницы, чи что? По поводу Юли, у меня... Ну, не сказала бы, что ты прям пытаешься ко всем нормально относиться. То есть у тебя есть просто максим... И среди всех у тебя есть хотя бы хоть какое-то чувство то ли вины, то ли хоть какой-то справедливости. Хоть какое-то, не стопроцентное, ну, хоть какое-то. Хотя потом бывает, ты сама занижаешь оценки, там, соглашаешься на какие-то заговоры и тому подобное. Ну, потом ты такая... Думка дуже змінилась, дуже. Це двохлична людина. Ты и не туда, и не сюда. Да вы все двуличные, все четверо, вы двуличные. Вот прямо, ты даже выделить некого, все четверо. Позиция, я везде. Я по чуть-чуть, но я вот так вот везде. Аню, ты не зрозуміла, що це стратегія. Краще, знаете, кажуть, будь с***ю, но будь до кінця, а не будь такой вот... Я хотела з усіма быть хорошим. Сама тоже двуличная. Як на мене, старым на программе. Ты ж тоже рассказывала, что нет, кто против тебя воюет, а сама ж предложила воевать. Ну, тоже ж двуличная. Ну, жесть, ну, блин, ну, как вы такие становитесь? Ну, как вы так себе ведете? Ну, почему? Я не понимаю. Ну, как можно обсрать одного человека, когда ты такой же? Ну, прям, ну, такой же. Вот вы две какашки, которые рядом стоят. И, типа, ты воняешь, а сама не замечаешь, как воняешь. Как раз вийшла Аня Сбоярки, Анна Воробин. Она себя выставила сначала такою благодейницей, типа, что она там выдаст перемогу. Но уже сегодня выявилось, что у нее была стратегия, не ставить больше 10 баллов. Ой, да вы можете позмагаться за имя кращего стратега проекта, я вам скажу. А сейчас давайте усінимо форшет днепровской зірки. За меню я ставлю 0 балла. Я ставлю 6 баллов. Меню было пипец, якое поганное, потому что я не наїлась. Поганное на 6? Я люблю пожирать. Почему не 0? И на цей свадьбе не было такого, знаешь, вот... А я так понимаю, якобы пытаются до последнего быть какими-то подругами, да? Насититься. Кто хотел поесть, от поел. А что скажет главный эксперт с меню? Весельное меню Ани, это, наверное, наиболее, что для меня было. По факту сейчас рассказывать о том, что все было ***. Ну так давайте я сейчас начну честно говорить про вашу свадьбу. А ты это авторила не честно? До цього брехала? Ну так я наказала, что там меню все было. Посмотри на свое лицо, на тебе стоп сделай, ну что ты? Не, реально для мене было ести мало. Юля изначально не могла быть довольна моим меню, потому что у меня не было тонны майонеза, тонны какого-то непонятного, там, курицы, свинины. Гарячого для шлунку теж не было. Да? Юля, ты знаешь, я думаю, что мне нужно было по-другому оценить то, что мы ходили за, кстати, мой счет покупали белое сухое вино. О, бля, сейчас начнем считать, кто 100 гривен дал. Вот тот шмурдяк в Ганделе, который они купили. И она сейчас будет рассказывать, что вы за мой счет это купили, боже мой. Блин, как это, блин, это смешно. Эй, девчата, подождите. Вы что, досины отдали они гроши за вино? Да. Мне было, в принципе, неприятно за то, что девочки, в общем-то, коллективно, не поняли идею свадьбы. Они все привыкли к оклетному, макаронному, веркосердючному образу отмечания свадьбы. Ну, то у тебя совсем инша концепция была. Меня ебала, подруга. Я посмотрю на твой, блядь, фестиваль. О, шляп. За загальное вражение на веселье Ани из Днепра. Но она ноль не будет ставить. Тяжелый, это самое хотя бы, у которой где-то там, ну, двулично так же самое, но у нее хоть где-то совесть бывает играет. Но она ноль не ставит, я прав. Я поставлю 16 баллов. Я же говорю, вот она самая, ну, если, как я говорил в самом начале, если мы выбираем, ну, лучшее из говна, ну, это она. Ну, не факт, что она победит, честно. Мне кажется, она не выиграет. Ну, вот, наверное, это будет лучшее из всех. Возможно, вы считаете по-другому, напишите в комментариях. Возможно, у вас другой фаворит. По вашему мнению, оценивать адекватность и победителя адекватность здесь вообще нет смысла. Потому что тут у кого насколько совести хватило поставить нули. Но если оценивать прям по максималке, то, наверное, да, вот она бы забрала бы победу из этой четверки. Я ставлю 5 баллов. Я ставлю 50 баллов. Ого! Ой, бля, подруга. Ой, двуличная. Ой, бля, подлезала жопу. А мне интересно, а та ей же, наверное, 50 не поставит. Вот прямо это, наверное, захотела очень сильно дружиться. Это я вас уверяю. Уси свои бали ей, девчата. А зараз приготуйтеся, бо на каждом из ваших весель телеведучая снимала свою телепрограмму. Обсераннее. Увага на экран. Мои читатели и зрители телеканала ТЭТ. Я подготовила для вас 105 проколов, чтобы вы думали и знали, как делать надо, а как не стоит. Прикольно. А Марго неприкольно, бо зараз про ее веселье. Это каждый из нас может указать на какой-то косяк. Итак, прокол номер раз. Это не настоящие пластмассовые лепестки, которые не пахнут и неприятны на ощупь. Это дурной тон. Ведь настоящие лепестки стоят очень дешево. Божечки, простите меня. Но я, по-моему, тебе уже все сказала касательно оформления, касательно выбора цветовой гаммы. Отлично. Я предлагаю дальше смотреть и не застать внимания. Бед Наташ плачет. Здесь сейчас мы не подруги и говорим все честно, как есть. А подростки свои еще скажешь? Лицом свадьбы является ведущий и музыкальное сопровождение. Хотите сэкономить? Возьмите неопытного ведущего со стандартной программой, не внося своих изменений. Так, а каждый измолюет свой картинок, бачу. Юля, про тебя Аня тоже не забыла. Самая вишенка на свадебном торте. Марго, быть в конце июля в зимнем вечернем платье на свадьбе? Слушай, собирайся тщательней, чтобы не выйти еще до конца мероприятия. Ты прям по-живому рубишь. Нет, не по-живому, я как есть. Ты по-живому рубишь каждого из нас. О, нашли главную з***ю проекта. Так, Аня, и это сейчас не девчата сказали. Благодийницы, твоя черга. Сукня, честно говоря, было видно, что она дешевая. Почти дальше обсерва. Непонятные ткани. Нет, я тебе скажу, чего я не купила себе дороге платье. Потому что есть детский дом, который потребует лёжка. Ой, 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 ой. Начинает кто-то давить на жалость. Есть детские дома, когда ты такая двуличная. Мне коштует там по 3 800, по 3 400 лёжка. Мне лучше купить одна туда лёжка, чем в деться сукни на 2 часа. Я очень сомневаюсь, что она купила какую-то кровать и так далее. Она просто начинает давить на жалость якобы. Ну, по ней же видно. Люди, когда добрые, они не такие, как она. Ну, не такие они. Вот если по-честному, добрые, по-настоящему, а не показушно. То есть не исключено, что она от той благотворительности ещё с кого-то деньги доит. Рассказывает, что там купила то, а на самом деле себе забрала. Ну, есть же такие благотворители. Извиняюсь там за бешеные деньги, чтобы просто пришли, чтобы меня оценили, чтобы мне девочки выставили оценки. Когда поднимается благотворительность на кадр, то благотворительность вот такая просто. Это пустой звук. За платье Ане я ставлю три балла. Я ставлю четыре балла. Девять баллов. Да мне всё равно, какие мне оценки ставят. Это моё ж платье. Я так поняла, что типа эти две подруги, да? И это мой фатин был. Згоден. Бантик був дуже милый. Прическа твоя, песня твоя. Извините, кристаллики мои. Фототочки твоя. Ну, чуть-чуть смахивает на мою. Я бы хотела в тебя что-то на свадьбу сплагиатить, но там не было, что взять. Вау, конечно же. Я там того вкрала, там того взяла, там те взяла. Ну, вообще-то на всех весельях есть какие-то арки, есть какие-то квиты. Якийсь незрозумілий ведучий. Ведучий очень слабый, что она в штабе, да? Нападе сама мнение. Я не буду скромничать, кстати, на ведущего. Он параша полная. Зай, ну тут прости. Зая. Параша полная готова повторить. Ой, с тоби и подружки. Зая. С этой стороны было неприемно. По поводу ведущего ничего сказать не могу. Я этого мужика взагалі випадково нашла. Вин... Нахер на ты это говоришь? То есть ты сейчас начинаешь теперь дальше мужика в говно макать? Можно сказать, типа, ну не знаю, девочка, мне понравилось. Типа, в общем-то, было неплохо. Но вообще я его как бы случайно нашла. Менавлаштовав по цені. Ну, сподіваюсь, чоловіка ти не так знайшла. Ага. Случайно нашла. Це не по фейістичному? Я не дивилась його роботи. Я не дивилась там, що він ввів. І ось так вот получилось. Ну, это согласен. Это по фейістичному. То есть взять себе человека ведущим, вообще не видя, как он работает. Бля, ну это, конечно... Мне нечего сказать. Я фейістически отнеслась к каждому пункту свадьбы. Мені на то пофіг, мені на то пофіг. Мені не було пофіг. У тебя взагалі на веселі було щось таке, на що ти не шкодувала бюджет. Для мене моє весілля, воно класне. Тому що у нас з кожного своя різна думка. Наприклад, тобі помагали батьки. Мені не помагали. І ось моє весілля. На що я заробила, те я і маю. Молодець. Благодійниця. І, чесно кажучи, зараз слово дали саме мені. Але я все ж таки хочу запросити... А за окном все вже потемнело. Прикиньте, скільки там вони сидять і обсуждають. Вот, коли там все снимається. Там вже реально за окном темно. Мені поклэкала, а я, типо, така хороша. Я вас поклэкала. Ми согласувалися з ведущим, о том, що ми скажемо втроєм поздравління, як участниці проекта. Ми подошли к ведущим і сказали, то сходимо без неї. Хочеться б сказати. Ми Юлечку знаємо около двох місяців вже, ну, полтора, да? Що с Анютой, Анюта, продолжить? Можна просто аплодисменты і горько, друзі? Потому що я не така... ...как вони. Бачиш, бачиш, я тільки що казала, що ти це зробила, типо, спецу. Я не... ...а ми... Все к тому продовжують. В той ситуації ви повели себе некрасиво. Мерку. Ну, я сподіваюся на красиво... Давайте подводити Тони. ...на загальне враження. За обсье впечатлення за свадьбу Ани из Боярки. Ну, а мне кажется, она тоже ноль не поставит. Вот двое, кто будет ставить нули, это, мне кажется, вот все только двое. Ведущая и вот эта вот благотворительница. Я ставлю 10 баллов. Жених заслужил свою оценку, что он терпит свою женушку. И поэтому, Саша, 10 баллов – это лично тебе. Я поставлю 16 баллов. Девочки, как вы сами говорили, что мы сами лучшие подружки проекта. Поэтому ей я готова поставить. 50? Я ставлю 50 баллов. А, они, наверное, договорились. Давай, типа, я тебе 50 поставлю, и ты мне 50. Сто пудов договоренность была, чтобы, типа, мы друг друга, типа, не срали. Такая себя дружба, не хотел бы с такими людьми дружить. Вообще ж мы не дуры, как бы там ни было, кроме Ани с Бойерки. Ну, она даже не дура, она просто немножко тупенькая. Неоднократно уже доказывалось. А я прям хочу взглакнуть. А что-то опять за окном посветлело? Что-то у вас день быстро проходит. День, ночь, день, ночь. Ну, я понимаю, что у вас монтаж там веселый. И чем я дурочка? Меня это насправде очень сильно зацепило. Как это я дурочка? Определяем победителя. Еще в декольках велины, мне кажется, я бы просто ударила. Да сдастся за крок до оголошения переможницы. Серёзы, сопли, уходы. Все, подводим итоги. Как бы там ни было, кроме Ани с Бойерки. Ну, она даже не дура, она просто немножко тупенькая. Как это неоднократно уже доказывалось. Я прям хочу взглакнуть сейчас, честно. И чем я дурочка. Пытается нас правдить, уже сильно зацепило. Когда наша бедная девочка услышала о том, что я назвала тупой дурой, это её так задело? Тебя задело, правда? Я бы обиделась, честно, я бы обиделась. Я не считаю Марго выше нас всех или выше Ани на голову пою каким-то умственным способностям. Якщо я даже и тупенько, блин, просто круто, что я тупенько. Ты загналась. Да, я тупая. И что? Это шикарно. Тупой быть круто. Ты не тупенько, ты тупа, Марго. Тупая. Вот есть такой фильм, раньше был тупой и ещё тупее. Ну, в этом, блин, должны только вспомнить моего возраста и старшие люди. Вот классный фильм-комедия. Вот тупой ещё тупее называется. А-а-а-а. Просто подивись на себя. Там Джим Керри. Молодой. Бля, вы сейчас всё, мне её жалко, сейчас уже педную стала. Хоть она тоже такая себе, ну, блин, вклепаете, вижу её. Жесть. А ты кажешь, что я зараз дура, тупенько, ну. Ещё в декольку минуту, мне кажется, я бы просто ударила. Марго сегодня себя вела, как Марго. Какие-то там слёзы, сопли, уходы. Не, я бы сказал бы, что Марго сегодня вела себя лучше, чем на своей свадьбе. Вот это лично моё впечатление. То есть, сейчас она была лучше представлена, чем в самом начале. Ясно, что я её не оправдываю, не значит, что она там какая-то святая. Но если сейчас сравнивать, я думаю, вы на разогласитесь. То есть, сейчас она стала более человечной, чем это было в начале. Постановочно, непостановочно, мне сложно сказать. Возможно, это обида, возможно, это непонимание, что все против неё идут. Неважно. Но сейчас она лучше выглядит, чем в начале. В начале прям вообще был полный пипец. Человек адекватно не воспринимает своих слов, как бы, и то, что она делает. Мне настолько надоели девочки со своей критикой. Мне настолько девочки надоели со своими претензиями в мой адрес. Нехрен ходить на такие проекты. Что, честно? Вот, вот, у меня уже сносит крышу. Верю. Вернулась. С такой улыбкой, а там за спиной нож. Верю. Мне уже просто надоели они. Марго, зберися ще трохи, бо зараз вы решальна мить. Что, подводим итоги? Оценки выставлено. Кто ж с девчат отримает весельную подорож? Дизнаемось. Просто за... Ну, они специально взяли по 50 баллов, друг другу накинули. Для чего они это сделали? Для того, чтобы одна из двух победила. То есть, это все стандартно понятно. Ну, это прям такая стратегия была. То есть, получается, скорее всего, победила кто? Благотворительница вот эта вот, правильно? Ну что, девчули, вы готовы узнать, кто все-таки из нас победил? Кто из нас победил? Кто больше всех продумал тактику, позанижал, а там кто-то кому-то оценки высокие поставил, а? Так. Хочется дизнать. То есть, сначала... То есть, подумайте, какую схему она продумала. Сначала она слила одну, Марго, для того, чтобы эти трое начали голосовать против нее. Потом она с этой вошла в коалицию, чтобы друг другу отдавать по 50 баллов, и тем самым слила вторую. Вот и все, это все. И вот осталась только одна конкуренция. И это она тоже там старалась по-максимальному низко ставить. И цикаво-цикаво-цикаво. В принципе, хочется, чтобы это уже поскорее все закончилось. Ну что, ждем? Сто пудов выиграла она. Мерзко, пакостно, но она выиграла. Типа, сейчас водитель зайдет. С букетом и с оценками, да? А, в конверте имя, правильно? Победителя. Ну-у-у-у? А почему его лицо не показывают? Свадебное путешествие? Куда-а-а-а? Ну, мне кажется, что вот реально Победу затащит вот эта вот Волонтерша О, о, о Знаете, стоит так за деревью, как маньяк Который хочет убить Как фильмы снимают И он думает, вскрывать дверь Или не вскрывать И он заходит Что я сказал? Что я сказал? Да, я очень счастлива Моя тактика сработала Я всех завалила Поэтому, у-у-у Я заявляла изначально, что переможа самая нежная пара Самая двуличная Самая такая мерзкая по-своему Да, это ты Это правда Ну, вы там все, конечно, до друга стоите Ну, вот ты прям, да Ну, умная в том Нет, то, что мозги у нее есть провести так всех Да, вот в этом не спорю Такое от великое-великое кохание Да Благодийница Благодийница Збоярки Аня Яка набрала 143 балли Благодийница Слідом за нею Еї подружка Телеведуча З Дніпра Аня З кількістю У 121 балли Ну, вот и все Ну, я как бы сразу понимал 118 балли Отримало Украинское Традиционное веселье Квіточки З Львова А организаторка З Киева Марго Посила Лише четверту Позитиву Засудили по-самому Не хочу, да 39 балли Класс, класс, класс Ура Ну, нечестная победа Ребята, я вас поздравляю Честно Спасибо Вы знаете, моё отношение В общем Я вас поздравляю Я очень сильно рада Что Анюта победила Это от души Уперше бачу Такую радость на проекте Я огорчена Тем, что Данную победу И данное путешествие Получила Аня из Бойерки Я безумно Очень Очень Мега сильно Огорчена Именно этими фактами Огорчена Я огорчена Да, мы так и зрозумели Ну да, мы тоже думали Что Аня бы стала Тебе высоким тем Ой, начинайте А вы казали Безхарактерно Я расчарована Взаглище Я програла Я была впевнена Что переможем Можливо саме я Потому что Я хибно Опиралася На вражения Про девчат И, как на меня На дружбу Яка между нами Склалась Дружба, дружба Она на дружбу Пришла Ай, ай Нашла где дружить Просто я Часто говорю Я не считаю Что твои перемоги Заслуживаешь Например, ты А кто Заслуживаешь К тому, что победит Аня Она показала свое лицо И я поняла Что Ох, все Было Правильно Даже Если это не твоя Поремога Можно было бы Ищиро Разделить Но Насправді Круто Что мы Побачили Все Юлени Всю сторони Не просто Там Юля С хорошей стороны А есть Вот такая Сторона Там Где Юля Чула Моя дупа Что Трое Было Поставить Загальное Враження Максимальный Бал Марго Ну Честно Я не знаю Кто как Аплодирует А от меня Просто Аплодисменты Тем Кто Да Вот и все Вот мы Подошли К концу Непонятно Куда они Конечно Полетели Напишите Согласны ли вы С выбором Либо все таки Вы вообще Кому то Другому Бы дали Это Путешествие И победу С радостью Почитаю И увидимся Только от вас Зависит Если что В новых Выпусках Четыре Свадьбы Украина Всем пока